Долгожданный гол футболистов Тюмени в весенней части чемпионата МЛБТ Первой Лиги. Слезы в Тюменском дворце спорта и трогательный монолог чемпионки Европы по скалолазанию Екатерины Баращук, которая в свои 25 выиграла почти все старты внутри страны, но не попала на Олимпиаду. Об этом и не только в ближайшие полчаса. Меня зовут Мария Минухова. Давайте начинать. Ровно неделю назад в Тюменском дворце спорта было много слез. Хоккейный клуб «Рубин» завершил сезон. Команда Дениса Ичменева в седьмом матче полуфинала Кубка Петрова уступила нефтянику из Альметьевска и стала бронзовым призером ВХЛ. Об итогах сезона наш следующий сюжет. Удивление, напряжение, досада, растерянность, тревога, слезы, восторг, последняя надежда, борец поражения и лихая радость победы. Полный набор эмоций подарил болельщикам седьмой матч полуфинальной серии Кубка Петрова между Рубином и Альметьевским нефтяником. Рубин проиграл в матче 2-3 в серии 3-4, но, перефразируя героя культового советского фильма, он и не проиграл. Рубин взял бронзу, четвертую награду в пяти последних розыгрышах Кубка Петрова в ВХЛ. Выражаясь буквой советского времени, откуда родом современный российский хоккей, пятилетний план Рубин перевыполнил с лихвой. А стабильность в спорте – это не только признак мастерства, но и залог будущих побед. Ни наш ГОФ, ни наша серия, наверное, чуть-чуть нам не хватило до финала. Это, конечно, обидно, оставляет осады какой-то, но, тем не менее, ребята молодцы, они здорово сезон провели. Впервые за 11 лет Рубин занял в регулярном чемпионате второе место. Подопечные Дениса Ичменева меньше всех других команд проиграли матчи в основное время – 10. Рубиновцы добились лучшего среди 29 клубов ВХЛ в проценте реализации большинства – 25,6. Рубин мог бить соперников на повал с обеих рук в зависимости от ситуации. Тройки Георгия Бусарова и Дениса Горбунова штамповали голы, как и на конвейере. Шесть ведущих бомбардиров команды – Горбунов, Кирилл Кошурников, Денис Давыдов, Бусаров, Андрей Алексеев и Никита Попугаев – забросили 91 шайбу и сделали 155 результативных передач. То, что Давыдов все рекорды побил по результативности, во многом благодаря тебе, если уж так говорить, как плеймейкеру, что вообще на этом можешь сказать? Ну что, могу сказать, что мы сегодня две пропустили шайбу. И вот это обиднее всего. И не, приятно, конечно, за него молодец большой. И не то, что он благодаря мне там вся пятерка, я считаю, хорошо играл. Но нас не хватило, не хватило у нас в команде. Мы могли больше помочь сегодня. Седьмой сезон в составе «Рубина» стал для Дениса Давыдова лучшим в карьере. С 45 очкам по системе «Гол плюс пас» в регулярном чемпионате Давыдов присовокупил 12 голов и 10 результативных передач в 17 матчах Кубка Петрова. 27 номер с 41 шайбой – теперь лучший снайпер в истории Кубка Петрова. Также он стал первым игроком, набравшим очки в 12 матчах плей-офф подряд. В шестой игре с «Нефтяником» он забросил единственную шайбу. Этот гол стал для «Рубина» 50-м в Кубке Петрова нынешнего года и пятым в меньшинстве. Как и у Давыдова, в карьере вратаря Егора Назарова теперь 101 матч в плей-офф. Команде, хоккеистам, персоналу, тренерскому штабу только слова благодарности за этот сезон, бронзовые медали. Но я думаю, когда близок был финал, скажем так, хотелось чего-то большего. Наверное, какая-то недосказанность осталась здесь немножко. В 2022 году после отстранения россиян от международных стартов она выиграла практически все золото на турнирах внутри страны. И совершенно точно могла бы поспорить за право выступить на Олимпийских играх в Париже, если бы не одно «но». 20 апреля Екатерине Борощук исполнилось 25. О поиске мотивации в период международной изоляции, о ревности тренеров и поддержке семьи. Прямо сейчас в трогательном монологе Тюменской скалолазки. Мне было лет 15 или где-то так, и у меня был протест. Я первому тренеру говорила, я не буду делать упражнения, потому что я не хочу себе широкие плечи. И он мне говорит, ты в первую очередь спортсменка, а потом девочка. У меня в какой-то момент был такой период, когда я тренировалась в трех разных секциях. Там тренировки шли по полтора часа, у меня в четыре часа был баскетбол, в шесть часов было скалолазни, в восемь часов было каратэ. Я так тренировалась где-то полгода, то есть я занималась скалолазнием, закрыли скалодром, я начала заниматься чем-то другим, скалодром открыли. Я пришла опять на скалолазни, и еще и в школе училась на пятерке, и мама говорит, Катя, ты устаешь очень сильно, нужно что-то одно выбирать. Я вообще не думая выбрала скалолазни, я бежала на скалодром, я была там дома. Я могла просто терять там меру времени. То есть я не видела, что на часах уже там восемь-девять часов, мне мама звонит, Катя, ты где? А я на скалодроме. Это что-то такое, что само собой происходит, это не то, что ты как-то осознанно выбираешь, ты же ребенок, ты просто идешь туда, где ты наслаждаешься. Меня никто не заставлял. Мне нравится, что ты в короткий промежуток времени должен собрать в себе всю концентрацию и выдать эту концентрацию с максимальной скоростью в один забег. Наверное, скорость выбрала меня, не я ее выбрала. У нас, кстати, брали как-то отпечатки пальцев на визу, и из 10 пальцев смогли только с 3 снять отпечатки. Потому что, ну, просто нет, ну, нет вот этой кожи, ну, просто, ну, даже я смотрю, просто стертые круги такие, нечего снимать. Никакого маникюра, соответственно, скалолазки не делают. Я знаю, что некоторые из-за этого комплексуют. То есть, когда там приходишь на какое-то мероприятие, у всех такой идеальный маникюр, и девочки сидят, ну, как-то прячут ногти. Я ничего, ну, мне как-то без разницы. Это мой, ну, как бы, мой инструмент профессиональный. Колени вообще побитые. Надкосницы. У всех скалолазов, вот, по крайней мере, старой школы, есть на надкоснице шрам. Потому что у нас есть определенный элемент, об который мы все стираем там кожу. И это по несколько раз, вот одну и ту же, даже вот уже все зажило по этому же шраму, опять сбиваем все. С первым тренером у меня были такие очень близкие, ну, как отношения, как отца с дочкой. Потому что он меня 10 лет тренировал там с младенчества, прямо мне за ручку со скалодрома выводил, когда мне было 8 лет. Мы к нему на «ты» тоже. Он молодой, когда мы к нему пришли, он был очень молодой. Первый звонок, который я получаю после старта, всегда от первого тренера. Сейчас, когда мы с Сергеем Сергеевичем настолько же близки, как мы с моим первым тренером, то есть Сергея Сергеевича я тоже своим отцом сейчас считаю. И он говорит, скажи, что я ужасный человек, просто я тиран. На самом деле это вообще абсолютно не так. То есть для меня Сергей Сергеевич очень добродушный, у него огромное сердце. Я знаю, что я в любой момент, что бы у меня ни случилось, я могу ему позвонить, и он мне поможет, он меня поддержит. И при этом он еще очень ревнивый. Это, наверное, самый ревнивый мужчина, который есть в моей жизни. То есть не мой молодой человек, а Сергей Сергеевич. Больше всего он ревнует меня к моему первому тренеру. И даже если это не только мои слова, а, например, слова моей мамы, на нее брали интервью ко дню матери, и она рассказывала там про первого тренера, он говорит, вот, про первого тренера рассказали, а про меня? А про меня не сказали. Он безумно ревнивый вообще. Я не знала, что есть какая-то лицензия, которую надо платить. То есть, оказывается, все эти годы мой тренер сам из своего кармана платил лицензию. Страховки есть какие-то. То есть для меня вот в этом плане было очень сложно. Но вот эти первые годы, они сделали меня очень самостоятельным спортсменом. То есть сейчас, да и в принципе все спортсмены у Сергея Сергеевича, они все очень самостоятельные. Если тренер вдруг не поедет на соревнования, ничего не случится с ними. С нами ничего не случится. И если бы в Нижневартовске мне сказали, что я поеду одна, я бы подумала, как? В смысле одна? И что я там буду делать? Внутри ураган эмоций. В тот момент, когда нам сказали, что битва проиграна, и что нас в этом сезоне не допускают до международных стартов, что мы не едем, а если мы не едем, то мы не отбираемся на Олимпиаду, соответственно. В тот момент я как-то очень долго, по сравнению со всеми остальными, очень долго носила розовые очки. И вот в тот момент, когда они у меня разбились, у нас еще один из моих сокоманников говорит, Катя, разбивайте очки уже скорее, потому что чем дольше ты будешь тянуть, тем тяжелее тебе будет. И вот когда сказали, что все, 100%, мы никуда в этом году не едем, я была на сборах, я рыдала просто ужасно, а у меня тренировка была через 20 минут. Ну, я вот порыдала, собралась, пошла на тренировку. Опять-таки, ты не знаешь зачем, ты не знаешь для чего, но все равно веришь, что когда-нибудь это закончится. И я довольно молодая, и мой тренер мне говорит все время, ты переживешь, ты переживешь, все будет нормально. То, что еще другие люди в тебя верят, ты веришь в то, что ты с этим можешь справиться. Но самое тяжелое, наверное, было, когда начались отборки на Олимпиаду, мы готовились к всероссийским соревнованиям. И я, готовясь к всероссийским соревнованиям, показываю времена, с которыми можно отобраться на Олимпиаду. Я не готовлюсь к отборкам на Олимпийские игры, я готовлюсь к всероссийским соревнованиям. У меня нет той мотивации, которая есть у этих ребят, но при этом я показываю времена, которые способны помочь себе отобраться на Олимпийские игры. Вот это было, наверное, самое сложное. Вот именно вот этот момент было тяжелее всего пережить, потому что я смотрела с мамой трансляцию, я показываю ей свои забеги на тренировку, я помню, как мы стоим на парковке, она говорит, вау, ты такая молодец, ну ты тоже конкурентоспособна, ты смогла бы, я говорю, да, от этого мне и больнее, потому что, ну, можно было бы, но нельзя, и ты ничего не сделал для того, чтобы это было так. Все смотрю, вообще все старты, смотрю все, я знаю, что некоторые ребята не смотрят, не могут, тяжело, но я просто не могу представить, как я не буду смотреть, ну, то есть мне очень интересно, просто интересно, как сейчас бежит мировое сообщество, и я чувствую, что это мой мир, и я хочу за ним наблюдать, даже со стороны. Был у меня в 2013 году, я стала третьей на первенстве России, мне говорят, Катя, ты отобралась на первенство мира, тогда рейтинг еще не был посчитан, то есть кто-то из ребят сам посчитал, сказал, что я попадаю в сборную, я звоню маме, говорю, мама, я попала в сборную, я поеду на первенство мира. Никто не выступал на первенстве мира, ни на первенстве Европы, вообще на международных соревнованиях, и с ХМАУ никто не выступал. Главная наша задача была на российских стартах, это попасть в тридцатку, чтобы нас оплачивали, и мама не знала даже, что такое бывает, и мама, ну, мама не поверила как-то сначала, она мне потом признала, что она не поверила, что, ну, что я могу поехать на первенство мира. Мама в шоке. Что? Ребенку 14 лет, надо лететь в Канаду, что делать, где искать деньги? В этом плане мама просто сделала все, чтобы у меня получалось выступать на профессиональном уровне, она оплачивала все соревнования, если мне вдруг не оплачивали. Тогда первенство мира в Канаде мне не оплатили, мама взяла кредит, чтобы отправить меня на соревнования. Я вообще легко могу заплакать, когда, например, смотрю какой-то фильм или мультик. Вообще в каждом фильме или мультике я могу легко найти момент, где заплакать. А в жизни... А вот на последнем старте мы в обнимку с Лизой Ивановой, которая стала второй, я стала третьей. Они, обнявшись, стояли перед награждением, перед выходом на пьедестал и вместе в обнимку плакали. Потому что мы тут, а они там. Я не про первое место говорю. Предлагали натурализацию, за другую страну. Я даже не рассматривала предложения, я даже не слушала, какие они предлагают условия. Я говорила, что я не пойду на это. И вот в этом плане я не вижу смысла ныть как-то. Мы сделали свой выбор. У нас были возможности, в принципе, да? Нам никто не запрещал. Никто тебе не запрещает поменять гражданство, пойти. Если для тебя Олимпиада на первом месте, пожалуйста, иди выступай. Да, меня можно назвать счастливым человеком, сто процентов. Я счастливый человек. Я благодарна. Я каждый день стараюсь благодарить мир, вселенную, судьбу, Бога. Кто как хочет, называет за то, что у меня есть. Как заниматься хоккеем в Тюмени и обыгрывать в плей-офф уфимский Салават Юлаев? Биться на равных в финале с Челябинским трактором? Ответы на эти вопросы есть в команде Тюменский Легион 2011, которая заняла второе место в первенстве Урала, Сибири и Приволжья. О секретах успеха юных хоккеистов в материале Александра Кушникова. Игроков и тренеров Тюменского Легиона 2011 награждали серебряными медалями под овации тысяч болельщиков в перерыве матча Рубина в Кубке Петрова. Руководство клуба и спортивной школы по достоинству оценило труд ребят. Да, в финале плей-офф случилось поражение Челябинского трактора, но выводы будут сделаны и команда станет сильнее. Не передать те эмоции, конечно, но в первую очередь, наверное, это гордость за мальчишек. Да, вот такое внимание к ним проявили, все-таки они очень долго трудились, работали, и этот результат не прошел бесследно, да. Я думаю, что для них это все-таки большой стимул. Гордость была, гордость за кропотливую работу тренерского штаба, мальчишек, ну и родителей. Треугольник, в основании которого тренеры и родители, а на вершине юные спортсмены, становится наконечником копья и пробивает любые преграды, если между всеми участниками процесса есть взаимопонимание и границы дозволенного. С нашим тренером особо не забалуешь, как бы его слово, закон, он здесь главный. Обратная связь в любом случае есть, всякие моменты бывают, бывает, что-то происходит на тренировках, бывает это в жизни, это в поездках, это что-то, тренер всегда с нами на связи. Как обычно мы сделаем разминку, потом перейдем на муравейник. Я вас разделю на первые, вторые, третьи номера. В зону влетаем, рабочие ноги, поднятая голова, в зону вылетаем. Мы выстроили такие отношения, у нас сейчас взаимопонимание есть. Уважительные, доверительные отношения, они доверяют мне своих детей, я учитываю те сложные моменты порой, которые бывают у родителей. Трудности, особенно у отцов, юных хоккеистов, могут начаться еще в процессе выбора мальчишкой вида спорта. В хоккей ребята попадают разными путями. Сын выбрал этот вид спорта и думали попутно, в станции. Он сходил в садик, пришел, говорит, мам, классно, вообще все классно на танцах, просто обалденно. На следующий день приходит, говорит, все, еще раз ты меня туда сводишь, я в садик вообще ходить не буду. Я думаю, ну слава богу, сын, молодец, правильное решение, мужской вид спорта должен быть. Сначала думал, что это будет как-то прикольно смотреться, но потом мне это не понравилось. И мои одногруппники осуждали мое мнение, я тоже как-то считался на такое. Получаешь кайф, адреналин, когда проводишь какой-то силовой прием, либо какая-то хорошая тренировка, интересная для меня, для всей команды. Папа мне дал выбор, включил на телевизоре три спорта, баскетбол, вроде футбол и хоккей. У меня еще брат в авангарде в десятом играет, и я, получается, выбрал хоккей, ну, мне понравилось на телевизоре. Бабушка научила за 30 минут кататься. Ну, пришли на тренировку, и я катался со стулом, бабушка сказала, бросай стул, а то сюда не придем. И я сначала пешком, и потом уже на вторую тренировку кататься научился. Играем на интерес. Интерес? Я скажу потом. Я не буду играть. Мы на чупики не купили. До сих пор еще по чупсам. Смысл это спорить. Я же вам говорил, да. Хорошо. Я скажу какой. Два круга. Если мы говорим про юмор, то это нас зажил по ножку. Он душа компании, все, что он скажет, всегда обсуждается, и все над этим смеются. Бывает, пошучу. Так вроде, ну, нечасто, но когда позволяет атмосфера, я могу пошутить. Ну, Георгий Сергеевич пошутил не очень смешно. Я сказала, что это шутка 40+. Сейчас быстро не придумать. Это надо, чтобы было подходящий момент. Один был косяк в малом возрасте. Нам запрещали переодеваться в раздевалке во время собрания. Я раздевался. Георгий Сергеевич меня выгнал из раздевалки. И я тогда на него ругался. И тогда я плохо не извинялся, потому что я был маленький, и все понимали. У нас был очень хороший набор, порядка 70 человек. Первый этап – это и задача, это отбор. Отбор игроков. Вторая задача – это мы планомерно готовились на чемпионат России. Изначально были и поражения, но мы старались каждый раз, каждый раз тянуться к сопернику. Как работать над ошибками. И пойдет черная тройка нападения. Ногами нужен танец. Нападающий Денис Анохин не только солирует в атаке Тюменского легиона 2011, но и помогает в играх ребятам на год старше. В 38 матчах он забросил 89 шайб и сделал 32 голевые передачи. Это лучший результат в первенстве России по всем возрастам. Смотрел хоккей, понравился, сказал папе, маме. Мама нашла секцию и отправила меня на водник. Потом, ну, сам с коробкой учился. Потом сломал ногу, год пропустил. На горке катались в садике. Пробежал горку, ударился ногой, мизинец сломал. И год пропустил где-то. Меня заметил Александр Димирович и пригласил в «Легион». Я точно помню эту нашу первую встречу. Три мальчишки к нам. Вовка Сидоров, поставил их, пришел. Он, к сожалению, остался в команде. И Денис Анохин. Я сразу же их подставил под наших лидеров, чтобы они сыграли против друг друга. И тот матч закончился 4-4. Сразу видел огонь этот в глазах. Голодные парни пришли с водника и постарались не уступить. Как думаете, о чем мечтает Денис Анохин? Стать таким, как Александр Овечкин? А вот и нет. Он хочет превзойти Овечкина. И не только его. Сейчас Овечкин бьет. Сколько ему там, 45 шайб осталось. Вот, ну, тысячу шайб забросить, наверное. Попытаться. Да, реально. Он Овечкин доказывает, что все возможно. Да, он хоть до скольки будет играть. Хоть до 40 лет будет играть и побьет этот рекорд. Всегда с детских лет мальчишкам закладывал в голову, что в нашей команде должны быть только лучшие мальчишки. Это не заносчивость никакая. Это прежде всего у мальчишек должна быть планка в голове. Он должен работать на все 100%. Должен трудиться. И за свой труд тогда он сможет получить вот такую награду в виде победы. Что приходит в голову, когда слышите словосочетание «фигурное катание»? Безусловно, имена знаменитых и титулованных российских спортсменов, которые выступают либо в одиночных, либо в парных соревнованиях. Угадали? А все не так однозначно. Потому что в фигурном катании на лед выходит и по 10 человек. Мы болеем за все команды, но приехали с командой «Эквамарин-3». По второму спортивному разряду. Это, знаете, такие эмоции, они непередаваемые. Ты, да, руки трясутся, ты вместе с ребенком прокатываешь полностью программу. У нас и плакаты, и всяческие разные дудки, то есть и кричалки. Как обычно, все, вся атрибутика с собой на все соревнования, на каких мы присутствуем. Иногда даже не хочется, не то чтобы не хочется, боишься смотреть прокат, потому что, ну, я на самом деле сама по себе такой эмоциональный человек, и поэтому, когда я смотрю прокат, у меня столько эмоций, что иногда хочется не показывать их детям, потому что они настроены, они серьезные, и мама тут со своими слезами могут им помешать. Ну, наверное, переживания все равно есть какое-то, наверное, счастье, то, что наконец-то мы снова на льду, на соревнованиях. Мне очень радостно за то, что мы набрали баллы больше, чем обычно, и выходим на четвертое место. Ну, мне кажется, что помогло, мы сами, мы себе помогли, потому что мы очень старались, и постарались окнатать его и лучшим образом. Ну, и тренера очень сильно нам тоже помогали, вытянули нас вперед. Самым сложным – это, конечно же, восхитить судьей и набрать баллы, сделать так, чтобы восхищались нами. Для меня самым сложным оказалось – это улыбаться и все время сделать артистизм свой, показать. Сложность подготовки к соревнованиям, чтобы всех спортсменов скатать вместе, чтобы катался каждый, как один, на одном дыхании, в унисон. У нас есть определенные ритуалы перед стартом, командные. Справимся в кружочек, проговариваем, поддерживаем, кричим кричалки, настраиваемся всей командой. Мы очень рады. Это лучший результат за этот сезон. В предыдущий раз мы набрали 90 баллов, в этот раз 96? 96, да. Последнее выступление в этом сезоне, нам надо было собраться больше. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Напомню, что найти все сюжеты программы можно в социальных сетях Тюминской арены. В студии работала Мария Минухова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова